Всем тихой ночи! На сайте SCP есть довольно много взаимосвязанных объектов, составляющих скрытую сюжетную линию. Несколько таких уже было на этом канале, и в этом видео мы посмотрим еще на одну. Как-то раз агенты фонда SCP заметили признаки аномальной активности со стороны заброшенного склада в Лас-Вегасе. Зайдя внутрь, они начали двигаться на источник аномального сигнала и обнаружили человека, лежащего в коматозном состоянии. К нему были подключены большие прямоугольные машины, провода из которых уходили мужчине прямо под кожу, и судя по всему соединялись с его нервной системой, и даже с мозгом. Все это было доставлено в камеру SCP-3135, и на содержании было также замечено, что иногда мужчина начинает биться в припадке, и в такие моменты появляется еще один очаг аномальной активности. Агенты отправились на его поиски, и в одну из пещер под пустыней Невада увидели точную копию космического корабля «Энтерпрайз» из фильма «Стартрек». Когда у мужчины, подключенного к устройству SCP-3135, случались припадки, корабль начинал поворачиваться на месте, как бы изображая маневры, стрелять, а люди внутри него активно двигаться, жестикулировать и общаться между собой. При этом выпущенные заряды и ракеты, похоже, являются иллюзией, как возможно и сам корабль, ведь все попытки забраться на него провалились. Кроме того, во время припадков человека, подключенного к SCP-3135, происходит перехват телеэфира, в ходе которого вместо обычной передачи показывается совершенно новый эпизод сериала «Стартрек», который, судя по всему, создается самим объектом. В 2016 году мужчина, являющийся частью объекта, погиб из-за остановки сердца, и на какое-то время перехваты телеэфиров прекратились. Однако вскоре иллюзорный «Энтерпрайз» снова начал двигаться, а на экране продолжили выходить новые серии. Это совпало с пропажей некой Эллисон МакХейл, известной фанатки сериала. В то же время ее имя появилось в титрах аномальных серий. Откуда теперь шел сигнал, было непонятно. Единственной зацепкой фонда была надпись на странной машине «Собственность Висхэт Медиапрограмминг». Никаких записей от существования такой компании, само собой, обнаружено не было. Зато с ней оказалось связано несколько аномальных объектов и явлений. Например, однажды люди начали замечать, что в различных фильмах и сериалах появляется пропавший в 1995 году 10-летний актер Томас Сендер. У самого фонда это обозначено как SCP-4506. Это также заметили и родители мальчика, и в своих поисках они начали связываться с разными людьми, имеющими дело с аномальным. В 2017 году один из таких людей продал им информацию о том, что искать стоит в компании Висхэт Медиа. Известно, что безутешные родители поехали на указанное место, и там бесследно пропали, после чего появление мальчика в фильмах прекратилось. Выходит, есть какой-то способ найти этот Висхэт Медиа? Но он довольно успешно прячется от фонда. Лишь однажды их секретности помешала одна случайность. В экстренные службы начали поступать звонки о том, что по окрестности носится странная обезьяна. У животного из спины торчала книга, а сама обезьяна делала замысловатые надписи на стенах, в стиле автора воткнутой в неё книги. Определённая работа для фонда SCP, и полевые сотрудники, изучавшие местность, нашли не только странного зверя с его надписями. Детекторы аномалий сработали около пустого дверного проёма одного из заброшенных офисов, находившегося неподалёку. Оказалось, что если пройти через проём задом наперёд, можно попасть в небольшое карманное измерение, внутри которого находится просторный склад. Посреди помещений лежала мёртвая женщина, а в отсеках вдоль стены сидели обезьяны с торчащими из них книгами и печатали текст на различных устройствах. Аномальное свойство этих животных заключалось в том, что если в отверстие в их спине вставить книгу, они приобретали возможность писать осмысленный текст, да ещё и в стиле автора использованной книги. Теперь они сидят в камере SCP-3149. Дальнейшие тесты показали, что обезьяны в какой-то мере приобретают черты личности авторов. Самая первая из обезьян, та, которая сбежала со склада, полностью переняла личность писательница Агаты Кристи. Её удалось допросить, и она рассказала, что обезьян использовала для создания разных произведений фирмы Вистхэт Медиа. Впоследствии в книжных магазинах начинают появляться книги от разных авторов, которые те никогда не писали. Например, «Гарри Поттер и остров потерянных снов». В фонде уже знали, что это произведение написано обезьянами SCP-3149. Однако работники магазинов так и не смогли объяснить, откуда эти книги взялись. Так что расследование зашло в тупик. Поиски аномальной организации продолжились в 2018, когда в больнице начали доставлять кинокритиков в невменяемом состоянии. Они бормотали различные фразы из популярных фильмов и не отвечали на внешние раздражители. У всех у них дома были найдены контейнеры, содержащие разноцветные жидкости неизвестного состава. Оказалось, что если такую жидкость употребляет человек, он начинает видеть галлюцинацию в виде популярного фильма, который проигрывается от начала до конца. Постоянное использование этого препарата приводит к тому, что человек переставит различать фильмы и реальность, а также отличать себя от их персонажей. Фонд SCP узнал, что субстанция распространяется со склада аномального измерения, известного как Три Портланда. МОК фонда захватила склад и перевезла все контейнеры с субстанцией в камеру SCP-3151. Однако ни одного представителя компании Вистхэт Медиа, владевшей складом, поймать не получилось. В следующий раз обнаружить деятельность этой Вистхэт Медиа удалось, когда на имя такой организации был выкуплен участок земли. Люди из фонда начали наблюдать за куском поля и увидели, что на нем очень быстро вырастают и вянут растения, образуя различные надписи и изображения. Этот кусок поля теперь обозначен как SCP-3172. И однажды он даже начал выходить на связь, используя надписи, набранные цветами. Оказалось, что эта аномалия считает себя группой людей, запертой под землей. Фонд пытался найти этих людей физически, но нигде рядом с объектом их не было. Оказалось, что названные люди вполне себе ожили обычной жизнью. Одного из таких даже удалось отыскать и доставить в фонд SCP, но допрос как-то не задался. Когда этот человек понял, что его спрашивают об организации Вистхэт Медиа, он выхватил пистолет у одного из охранников комплекса и застрелился. Дома у этого человека нашли переписку по поводу съемок нового фильма. Причем в письме говорилось, что фильм будет сниматься в том числе и в нескольких параллельных измерениях. В 2019 фонд SCP нашел еще одного человека, пытавшегося работать в Вистхэт. В этом году в Детройте один из местных художников был найден у себя в квартире в не совсем обычном состоянии. У него пропал рот, а вместе с Тимом потребность питания и питье. Отсутствовал голосовой аппарат, а помимо этого оказалось, что он не способен писать связанный текст. Теперь этот художник от SCP-5966. Оказалось, что он заключил контракт с Вистхэт, согласно которому он обязан рисовать для своего нанимателя шедевры раз в неделю. При этом он может отказаться от контракта, лишь сказав об этом или написав. Но видимо где-то мелким шрифтом было прописано, что он становится существом, не способным писать или говорить. В конце того же 2019 агента фонда ждала новая находка. В полицию позвонил владелец апартаментов и сообщил, что один из его жильцов перестал отвечать на внешние раздражители, после того как воспользовался каким-то мобильным приложением. Сотрудники организации нашли в помещении мертвое тело. Рядом с ним находился телефон, бывший источником аномальной активности. Само по себе приложение это что-то типа новостной ленты, где появлялись статьи про владельца телефона. При этом иногда там были такие вещи, которые никто кроме самой жертвы знать не мог. В ходе использования телефона подопытные классы D теряли память, а затем разлагалась и сама их личность. Терялись элементарные умения. В итоге сотрудники класса D превращались в овощей. Оказалось, что создание такого приложения также заказал этот Вистхед. При этом его аномальный разработчик, похоже, был неосторожен и стал первой его жертвой. Само приложение теперь это SCP-5343. Так что же такое в итоге этот Вистхед Медиа? Похоже, очередной потусторонний бизнесмен, который так и остался непойманным фондом SCP. В отличие от всех других подобных сущностей, чем он таким является, так и осталось неразгаданной тайной. Возможно, это и хорошо, ведь ничего так не пугает, как неизвестность. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok